Касательно вообще, если мы понимаем о том, что у солдат, скорее всего, моральное состояние, моральный дух очень низкий, все коллаборанты, оккупанты получают по возможности максимальный отпор от ВСУ, то можно было заметить события убийства Дарьи Дугиной. Это уже свидетельство того, что и в России начались какие-то необратимые процессы? Нет, рано так говорить. Потому что убийство Дугиной пока еще мы не до конца понимаем, что это. То, что официальную информацию опубликал ФСБ и видео относительно предположительного убийцы Вовк, это пока ни о чем не свидетельствует. То есть, мы ничего не понимаем ни о ней самой, ни о ее пребывании в России, если она действительно есть, если она действительно там пребывала. И действительно, муж у нее, якобы говорят, миротворцы, организатор ДНР, я не знаю, правда это, неправда. Но, то есть, пока, говорит, прошло несколько дней. Буквально сегодня похоронили эту Дугину. Понимаете, рассуждать о том, начало ли это какого-то большого процесса, условно, будут убивать таких индивидуальные, так сказать, меры воздействия, террористические акты и иные. Я не могу, я не знаю. Но то, что это вносит, безусловно, смятение, страх, попытку как-то, в общем, это обезопасить себя, это определенно. Я думаю, в этом нет никаких сомнений, потому что, ну, вот представьте, это же произошло в Подмосковье. Причем технологически несложно. Подложено подвесное устройство, взрывное гнищу автомобиля. Ну, большого ума не надо, да? Ну, как в 90-е бандиты. Ну, в 90-е, знаете, еще как-то чего-то так, может, напрягаться приходилось. А представьте, сколько сейчас оружия, сколько всего, и собрать бомбу, интернет существует в 90-х, того и не было. Сейчас любой дурак открыл интернет, как собрать бомбу. В принципе, если при наличии определенного количества материалов, тротилы или там еще что-то, ну, ты их можешь собрать. Все-таки в 90-х никакого интернета не было, там все-таки занимались этим люди, которые маломальски хотя бы что-то в этом понимали. Это, во-первых. А во-вторых, ну, то есть в этом-то и смысл, что слишком упростился доступ. И этот ящик Пандоры сама Москва открыла. Ну, вы убиваете всех подряд, там, от Еленовки до Бучи, и думаете, что это вас никогда не коснется. Вот это меня всегда поражало, вот, ощущение некой конституированной безопасности. Ну, нас-то за что? Мы-то тут. В России-то безопасно. Кто это сказал? Почему вы это решили? Почему вы решили, что эта прозрачность, которая позволяла бы проводить вот эти индивидуальные ликвидации, она очень высокой степени обеспечена в России? Откуда это ощущение? Ну, я его наблюдаю, а сейчас оно поколеблено. Может быть, как раз вот этим высоким порогом, что с нами ничего не случится, хотя и все нулевые, и все десятки, про 90-е даже не нулевые, были теракты. В общем, масштабные теракты. Ну, кто как их проводил. Где-то это были чеченские сепаратисты, где-то это были разного рода исламистские группы, немножко правые были, ну, мало, да. А сейчас ситуация турбулентная в том смысле, что началась война, пороги эти все снижены. Из чего вы решили, что это обязательно должны украинцы делать или, там, не знаю, отморозки оппозиционеры? Сейчас такой вал пойдет. Войну прошли уже сотни тысяч людей, да. Они все вернулись в Россию. Причем вернулись с ощущением, так сказать, уверенности, что им все должны. Да. И, так сказать, представить, что это все приведет к каким-то совершенно жутчайшим последствиям. Я могу, например, охотно могу. Легко могу. Поэтому не исключено, что должны быть какие-то проявления вот этого страха. Ну, да. Ну, посмотрим, потому что на какое-то время. А вот вы лично к какой больше всего, скажем так, теории склоняетесь? Там просто их множество. Ну, Россия, понятно, обвиняет украинскую... Ну, вот и да. У Пономарев, Илья Пономарев заявляет о том, что это уже работают внутри России партизаны. В том числе звучат версии о том, что это чуть ли не разборки внутриполитических элит, которые там кто-то хотел уменьшить, повлиять на влияние Дугина, в том числе на Путина. Вот такое тоже звучит. Понимаете, какая штука? Ну, под всякой из этих версий есть основания. Где-то больше, где-то меньше. Под версией действий какой-то группы типа Национал-Республиканской армии меньше оснований. Почему? Потому что... Ну, это более сложный рисунок игры. Потому что это должна быть замотивированная какая-то группа. Она наверняка есть. Но проводила ли она подобного рода акции, так сказать, неизвестно. Если там одно дело поджечь военкомат, а другое дело все-таки заложить взрывчатку. Плюс, например, ФСБ заявило, во что я тоже не верю, что это был радиоуправляемый взрыв. То есть, получается, что за машиной Дугиной следовала машина? Вот этот мини-вэн или как он? Мини-купер? Мини-купер, да. Мини-купер, да. И что она взрывала? Они заявляют, что там использовалась дочь 12-летняя. Ну да, ну дочь. И типа с котом я видел, когда они показывали кадры, кот в клетке переезжает границу в Эстонию. Ну, я еще раз повторяю. Вот вы понимаете, рассуждать здесь, какова вероятность? Допустимы вообще разные версии. Допустимы. Для того, чтобы установить какую-то одну, даже если это кто-то из украинских активистов того же Азова или чего-то, как утверждает российская сторона, в связи с СБУ совершил этот такт, ну для этого нужно как минимум существенные доказательства. Очень существенные. Не вот эти вот кадры, неизвестно откуда снятые, неизвестно зачем показанные, так сказать, у вас же тайна следствия. Ну, неважно. Оперативный этот материал, это пока недостаточно. Что касается меня лично, я не исключаю, в принципе, ни одной из версий. Допускаю, что и кто-то из украинских активистов мог это сделать. Другой вопрос, кто за этим стоит? Обязательно ли это СБУ? Нет ли тут какой-то более длинной схемы, при которой можно списать все на СБУ и обеспечить внешний фасад того, что это сделали украинские националисты или кто-то еще? А на самом деле заказчик-то в другом месте. Совсем в другом. Может, в основном, Лубянке. Поэтому здесь очень важно, чтобы украинская сторона отреагировала. Нашли эту ВОВК или что-нибудь в этом роде, чтобы показать. Но официально, если не ошибаюсь, Михаил Подоляк заявил, что Украина вообще не имеет никакого отношения. Нет, официальное заявление уже есть. Но и к тому же Украина никогда на себя не возьмет ответственность. Даже если представить, что Украина имеет к этому отношение, даже если на секунду представить, то, конечно, Украина не будет на себя брать ответственность. А зачем ей брать на себя ответственность? Почему-то Россия все делала и всегда отказывалась. Пусть меня назовут хоть раз, когда совершенные сотрудники спецслужб российских терактов и ликвидации были авторизированы со стороны России. Я вам напомню. Вот Литвиненко. Нет, это не мы. Скрипали. Это не мы. Были еще другие убийства. Хангашвили. Нет, это не мы в Берлине. И такие же были ликвидации, где Россия никогда вообще ни разу на себя не брала ответственность. С чего бы это Украина будет брать? Ну, вы вне этих правил и традиций действуете, вне рамок этого закона международного. Ну, вам отвечают той же монетой. Поэтому официально, конечно, Украина не будет принимать на себя ответственность. Как там на самом деле обстоит? Ну, нужно время. Все-таки рано говорить. Но я не исключаю ни одной версии. Я не исключаю ни одной версии. Другое дело, что идет война. На фоне нее все это, понимаете, выглядит... Ну, как сказать, тут сотни тысяч погибают. Ну, сотни, тысячи и так далее. На фоне этого любая смерть такого рода, она... Ой, какая трагедия. Ну, да, трагедия, но трагедия для этой семьи... А в масштабах-то войны. Завтра забудут. Вот как это работает. Поэтому, ну, прекратите войну, тогда вернутся хоть какие-то правила. А при наличии, когда можно в Еленовке убить 70 человек, и знаете как, бегущей лентой там... Ой, взрыв термопарический. Или там, не знаю, там обстрелили химарсами. 70 человек. Да ладно, какая там... Или 50, или 70, там они сколько называли-то. Никто даже не знает, сколько на самом деле. Даже никто не был там, кроме Сигова. Поэтому на этом фоне, знаете, взрыв машины в Подмосковье. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok